В столовой работе не останавливается. Повара практически каждую перемену накрывают на стол, чтобы накормить ребят. Меню, говорят, разнообразное. В течение трех дней не повторяется. При его составлении были учтены пожелания диетологов, чтобы обеды были не только вкусными, но и безопасными, например, для детей с особыми запросами. Если ребенок аллергик, на тот или иной продукт, то есть всегда есть чем взаимозаменить. Как правило, дети съедают все, но и опять же все зависит от того, насколько родитель приучил к этой разнообразной именно горячей пище, а не перекусам, не бутербродной системе. Сейчас в школах идут проверки горячего питания. Специалисты и общественники смотрят, как все организовано и соблюдаются ли эпидтребования. Сегодня комиссию возглавляет депутат Госдумы Юрий Швыткин. Приятно, что нормы гигиены, начнем с входа, соблюдаются. Здесь и антисептик, здесь и жидкое мыло. Это тоже очень важно приучать ребятишек с детства к соблюдению правил личной гигиены. Насколько ребятишки питаются, правильно организованно. Второе, насколько меню соответствует действительно потребление ребятишек и качество питания. Кроме того, есть и родительский контроль. Мам и пап специально угощают тем, что едят школьники, чтобы те убедились в качестве продуктов и оценили их на вкус. Это обратная связь. То есть это не со слов директора, не со слов руководства, не со слов детей опять же. Сам задал вопрос, сам на него ответил, грубо говоря. Составляется чек-лист, где оценка питания ведется и передается руководству. То есть сам родитель по итогу дежурства составляет этот чек-лист и передает руководству. Специалисты уверены, такие проверки с участием родителей и комиссии помогут улучшить школьное питание. Учитываться должно каждое замечание. Диана Хатяшвили, Денис Тимошенко, Енисей. Новости.